Фух, ну что же, ребята, я очень рада приветствовать вас на своём канале, и меня зовут Карина Аркелян. И, наконец-то, я рада сообщить вам просто потрясающую новость. Я давным-давно мечтала о том, чтобы поехать за границу, и не ездила никуда практически два года, не считая города Сочи. Сегодня у меня день рождения, и мне исполнилось 17 лет. Я прочитала огромное количество поздравлений в своём инстаграме, меня поздравили мои родители, мои близкие, и этот день я провела просто потрясающе. Сейчас поздний вечер, и завтра рано утром, где-то в 5 часов утра, я со своей мамой и моей родной сестрой Полиной встаём и отправляемся в Дубай. Я до последнего не рассказывала вам, куда я лечу, но многие следопыты мои подписчики, когда я делала бумеранг своего личного дневника, заметили, что я там писала, что меня ожидает поездка в Дубай. Это мой самый долгожданный подарок самой себе на мой день рождения. Я копила на билеты в Дубай и мечтала, наконец-то, съездить туда со своими близкими и, естественно, взять вас с собой. Это видео на самую необычную тематику, может быть, от меня, потому что влогов на моём канале не было никогда. Естественно, сейчас вот это разговорное вступление, оно как обычный формат моих видео. Но совсем скоро я ложусь спать и начнётся потрясающий влог с путешествием. Это видео обещает быть очень долгим, интересным, поэтому, если вы любите влоги, то присаживайтесь поудобнее. И это, наверное, мой первый влог, я постараюсь смонтировать его более-менее нормально, мне будет непривычно, естественно, но я надеюсь, что вы оцените. В Дубаях я буду снимать для вас влоги, снимать необычные видео, и еду я в Дубай в первую очередь не для того, чтобы отдохнуть и ничем не заниматься, а для того, чтобы менять формат своих видео, начать снимать что-то интересное, сделать много крутых фотографий для вас и набраться огромного количества вдохновения. Я давно никуда не улетала, и для меня эта поездка действительно безумно долгожданная. Я надеюсь на вашу поддержку, на ваши положительные отзывы, и я безумно рада, что все-таки сделала этот подарок себе на свой день рождения. Не буду долго тянуть, иначе ролик, как обычно, получится в 55 минут. Быстренько покажу вам, что происходит с моим чемоданом, я уже начинаю собирать вещи, косметику, купальники, и я безумно счастлива. Счастливо, оставайтесь со мной, эта неделя будет просто насыщенная, потрясающая, поэтому не пропускайте ни одно мое видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все мои премьеры, и я буду менять свой контент. Он с каждым днем будет становиться все лучше и лучше. Ну что ж, это влог! Теперь это видео переходит на более веселенькую, офигенскую ноту. В общем, мы можем начинать. Я вас люблю. До завтрашнего утра. О боже мой. Доброе утро, ребят. Да, я уверена, что вы впервые в жизни сейчас видите мое вот это прекраснейшее опухшее до безумия лицо, опавшие ресницы. Времени сейчас 4 утра, 34 минуты. Вчера я упаковала до конца чемодан, мне в этом помог мой папа. Ручную кладь я собрала до самого конца. Полина потихоньку просыпается, мама проснулась. Сейчас мы попьем кофе, позавтракаем и поедем в авиа... В авиа... О боже мой, у меня с утра вообще мозг не работает. Поедем в аэропорт. В общем, оставайтесь со мной, следите. Сейчас пойду в душ и буду держать вас в курсе. Ну что же, прошло буквально 10 минут, я почти собрана. Вот так выглядит мой чемодан. Я без носков, кстати. Посмотрите, я обклеила свой чемодан виниловыми наклейками, потому что действительно было нечем заняться. Вот эта виниловая наклейка, она со времен 2017 года, когда я сотрудничала с каким-то магазином наклеек и придумали мои собственные стикеры. Посмотрите, какой прикольный. И также тут наклейка с моим именем Карина. Мой чемодан точно будет легко узнать, я так думаю, наверное. Вот этот маленький чемодан, он полинен. И вот тут продолжаются сборы с большим чемоданом. Сонная Полина, ну что, опиши свое самочувствие. Я чувствую себя прекрасно, потому что у меня отличное настроение. В школу я бы так рано не встала. Я... Это понятно. Как в пижаме, но это комфортно, поэтому я так оделась. Да, Полина надела огромную широкую футболку, которую я, кстати, как раз-таки тебе и дарила. Штаны удобные, чуть ли не пижамные. Может в тапочках так и выходить, в принципе. Да, окей. В общем, сейчас мы немножечко перекусим и уже поедем в аэропорт. Меня уже торопят, я быстренько сделала себе бутерброд с паштетом и сыром. Чай. Милка. Мила не понимающая, что происходит, и начинает немножечко волноваться. Сейчас мы уже поедем. Полина сказала, что завтракать не хочет. Мама тоже, поэтому я, как обычно, одна перекусываю. И мы выезжаем. Ну что же, мы вышли на улицу. Капец, вчера только-только вышел снег. Представляете, в 30-ти градусную жару мы сейчас приедем. На улице в Дубаях будет жарище. Полина. Мама. Короче, мы выдвигаемся. К нам приехала машина. Бежим, бежим, бежим. Настроение потрясающее. Ну что же, мы уже в аэропорту, мама. Да, мы здесь. Мы здесь сейчас будем проходить регистрацию. Полина, твое настроение. Я поняла. Посмотрите, как у нас много чемоданов. Мы это еле как подняли, когда первый раз зашли в аэропорт. У меня, я уверена, больше 20 килограмм у Полины маленький, но ее вещи лежат еще в мамином чемодане. Да? Да. Ну что же, мы прошли паспортный контроль. Я жду мою сестру и маму. Они там что-то ворочаются. А, нет, все с ними нормально. Вон там идет Полина, которая вас пока что не видит, но буквально через 3 секунды. Нет, нет, не заметит. В общем, я очень долго думала, брать ли мне макбук. С учетом того, что у меня было два ролика в запасе, уезжаю я всего на неделю. И все-таки решила взять, потому что будет все-таки то время, когда мне будет нечем заняться, и я буду монтировать новые видео, но теперь, проходя через каждый какой-либо контроль, меня просят открыть, показать мой макбук, и меня это немножечко раздражает. В общем, все окей, буду держать вас в курсе. Полина, мама. Итак, мы дошли до шоколадницы. Я заказала себе бейгл с семгой. Недавно гуляла со своим другом, и мы забрели в шоколадницу. Я там решила попробовать такой хлебный бейгл, куда добавляют семгу, всякие помидорки наподобие сэндвича, но это гораздо вкуснее. Сейчас я вам покажу, как принесут, как это все выглядит. Мама, вставшая, заказала себе кашку. Кстати, мама сегодня вообще не спала, она как-то волновалась. У меня тоже была тревога, но я очень быстро вырубилась. Полина, что ты заказала? Я заказала все, как всегда, я каждый, вообще, все время заказываю дни одно и то же. Это блинчики с ветчиной и сыром. Полина обожает блинчики с ветчиной и сыром. И, кстати, в 8 утра у нас самолеты, и мы будем вылетать. Я взяла с собой тканевые маски, накачала дофига интересных игр в свой телефон, поэтому этот полет будет очень интересный. Мама, пару слов. Мама уставшая очень. Да, мама... Матченко издевается над мамой все время. Что это? Что это издеваюсь? Я вам, смотрите, какую поездку дарю в Дубае. И уже с утра они едят всякие бейглы. Я говорю, надо кашку поесть. Нет, им надо блины, бейглы. В 6 утра. Блины и бейглы. Я чипсов с утра навернула. В общем, ждем еду. Слушайте, без меня. Да. Полина, а как тебе блины? Крин, можно я поем? Вот, ребят, я вам говорила про то, как выглядит бейгл. Это очень вкусно. Я его впервые попробовала недели две назад. И мне он безумно понравился. Посмотрим, как его сделали на этот раз. С семгой. А вы знаете, что я обожаю рыбу. Маме принесли круассан, но она ждет кофе. И круассан без кофе она есть не будет. Я очень хочу кофе просто. Да, и кашу. Круассан подогретый в микроволновке. Вы думаете, что блогеры красиво едят? Нет, вы ошибаетесь. А я доела, блин. Ну что же, мы покушали до самолета. До отлета остается целый час. Поэтому у нас есть пока время походить по Дьюти Фри. Мы забыли с Полиной взять чипсы из дома. Поэтому сейчас мы направляемся к Дьюти Фри, чтобы купить чипсы. Мы идем чуть ближе к нашему месту. Посмотрите, какая красота. На улице уже светлеет. Очень много самолетов. Все так красиво. Это интересно наблюдать за людьми, кто чем занимается. Если приглядеться и посмотреть по-другому на эту картину, то можно заметить, как мигает огромное количество вот этих желтеньких машин. И я уже прям вот, ну не терпится мне оказаться в Дубаях. Внимание пассажиров. Внимание пассажиров. В общем, небольшая мини-история. Мы заходим в маленькое Дьюти Фри, и там лежат на полочке только две пачки чипсов. И они стоили 350 рублей. Нам такие называют. Я говорю, Полин, возьми две пачки. Нам говорят, платите 700 рублей. Ну, типа, я смотрю, думаю, чего? Во-первых, чипсы уже такие потрепанные жизнью, внутри засохшие. Потому что пачка чипсов, как минимум, лейс должна быть немножечко надутая, чтобы для чипсов был хотя бы какой-то воздух. И я смотрю, думаю, боже мой, за что 700 рублей реально в аэропорту считают, что мы какие-то, я не знаю, миллиардеры. Какая длинная история у Карины из-за чипсов по 350 рублей. Да, короче, чипсы стоили 350 рублей. Это капец. Карина зажопила 350 рублей, и мы теперь без чипсов полетим. Да, реально. В общем, мы зашли в магазин и купили напитки. Две бутылки воды и одна фанта. Одну бутылку я еще купила в шоколаднице и не выпила. В аэропорту постоянно разговаривает вот эта прекраснейшая девушка, и я не могу сосредоточиться на своей мысли. В общем, мы сидим, отдыхаем. Полина сидит в телефоне, я сейчас тоже буду листать тикток. Хочу напомнить вам о своем инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите, где? На экране и в описании. Да, молодец, Полина. Мы сейчас уже будем заходить, и вернусь я к вам уже тогда, когда нас пригласят на посадку. Не-не, туда. А. Мы идем, идем, листья сыплются дождем, под ногами шелестят и летят, летят, летят. Я запомнила твой стих со времен третьего класса, Полин. Вон наш самолетик прекраснейший, мы заходим, наконец-то. Я тащу тяжелый макбук, потому что мне нужно монтировать видео на отдыхе. У меня прекрасное настроение, и мы заваливаемся в самолет. Ребят, посмотрите, какой большой самолет. Ой. Мы сели. Сели в самолет. Минут через 20 мы уже будем взлетать, и на самом деле настроение у меня прекрасное. Не знаю, смогу ли я нормально говорить с учетом шума самолета. Сейчас еще более-менее, но когда мы взлетим, будет трэш. Обязательно покажу вам нарезку под музыку. Я взяла себе тканевые масочки, буду заполнять ежедневник, может быть, хотя я его и не взяла. Может быть, в мыслях позаполняю. Мама, твое настроение. Да, все хорошо. Все прекрасно, мы уселись. Настроение изумительное. Я вспоминаю свой старый влог, поездка в Египет. Все так поменялось, поменялась съемка, поменялась моя манера общения. В общем, вернусь к вам уже совсем скоро. Ну что же, ребята, мы готовимся ко взлету. Если что, вот тут написано все то, что я говорю. Возможно, вам слышно будет не очень хорошо. Помните, я вам рассказывала про влог поездка в Египет? Так вот, там есть момент, где мы взлетаем, и я еду вот с таким лицом. Типа боюсь взлета. Я хочу это сейчас повторить, так как мы только что уже собираемся взлететь. Мы в взлетные полоси едем. У мамы релакс, Поля наблюдает. Продолжение следует... Полине подарили игру. Это вместо всяких картинок, вот этих браслетик. Такая вот сумочка, а внутри нее всякие журнальчики, наклейки, настольная игра, журнал, пазл. Я, кстати, тоже взяла с собой пазл. Ну что же, мы не отказались и от завтрака. Хоть мы немного и поели, но кормят нас блинчиками с грибами, по крайней мере, я их взяла. Круассан, чай сейчас будут наливать, шоколадка Аленка. Я ее, кстати, в детстве раньше очень часто ела. Вот такая вот маленькая. Яйцо, сыр, йогурт. Вкуснятина. Мама взяла себе омлет. Какой красивый омлет. Но невкусный. Невкусный, да. А Полина взяла еду только ради сладости. Да? Нет, нет, йогурт. Да, вот это вкуснятина. С лукой можно пить слегка вонтики. Это не так плохо, как я думала. Решила взять камеру в туалет и немножечко с вами поговорить, потому что делать это на самих сидениях практически невозможно. И там гораздо громче вот этот звук, нежели чем в туалете самолета. В общем, мы летим уже 3 часа. Я чувствую себя прекрасно. Хоть и встала в 4.30 утра, но я совсем не хочу спать. Об этой поездке я мечтала капец как долго. И очень рада, что все-таки часа через 2.30 моя мечта сбудется. На данное время в Дубаях 31 градус тепла. Естественно, не минус 31. Там очень жарко, очень круто. Потом у нас будет заселение. И я уверена, что это первое мое такое будет самое долгое, необычное видео. Хочу просто как можно чаще болтать с вами, рассказывать о своей жизни. Хоть и повторяться, балаболить. Но я знаю, что многие не привыкли к подобным видео от меня. Поэтому я постараюсь выпускать эти влоги чаще. И надеюсь, что вы их будете смотреть до конца. И буду очень стараться. У меня прекрасное настроение. И я готова к отдыху. Если ты хочешь следить за всякими откровенными, крутыми фотографиями, то обязательно подписывайся на мой инстаграм. Там скоро будет огромное количество офигенских фотографий. Ну а я пойду обратно, поиграю с Полиной в игру. И нам осталось следить 2,5 часа. Поехали. Поехали. Нам тут объявили, что мы через 25 минут приступаем к исходу. Мы завершаем обслуживание и начинаем подготовку. В общем, ребята, нам только что сообщили, что через 25 минут мы уже... Будем купаться на море. Ну что же, ребята, наш самолет приступил к снижению. И через 25 минут мы будем в Дубае. Время пролетело очень быстро. Мы поиграли, сделали масочки, посанимались своими делами. И уже прошло 5,5 часов. Жду не дождусь, когда мы наконец-то окажемся внизу. Как бы это странно ни звучало. Вот. И будем получать багаж. И отправимся к нашему отелю. Можете меня поздравить. И Полину. И маму. От души брали. Мы приземлились. Ура! Не вижу вашего счастья на глаза. Да, мы очень рады. Наконец-то сейчас пойдем в солнышко. Ура! 31 градус. Добро пожаловать в жару, и мы выходим из самолета. Капец, как душно и жарко, ребята. В общем, мы идем на паспортный контроль. Все просто потрясающе. Буду держать вас в курсе. Мы забрали чемоданы. Наконец-то. Вот мой с наклеечками. Мама пошла, наверное, с Полиной в дьюти-фри. Они побежали. А меня оставили с огромной кучей вещей, влажных салфеток, антисептиков, три огромных чемодана. Нас сейчас должны встретить на личном автобусе, который был заказан лично для меня, для Полины и для моей мамы. Мы там будем втроем. Выходя из самолета, я, естественно, почувствовала жару и духоту, но пока на улице я не была. Осталось дождаться мамы, разобраться вообще, что, куда, зачем и так далее. Ехать в автобусе нам 40 минут. Вернусь к вам уже тогда, когда мы будем садиться в автобус и ехать в отель. Снимаю на телефон, ребят, потому что таскать это все просто невозможно. Вот так вот нас встречают. Момент истины. Я вышла на улицу. Какая жара, господи, как жаро. Жарко, господи. Безумно солнечно. Офигеть просто, какая жара, ребят. Я так довольна. Мне даже в моих черных штанах безумно, безумно, безумно жарко. Кошмар, хотя я только 3 секунды на улице, я в шоке. Такой вот у нас мини-автобус-машина. Это скорее даже машина, а не автобус. Я почему-то думала, что будет автобус. Вот сюда мы будем садиться. Я не уверена, поместится ли вообще в багажник все наши чемоданы. Я уверена, что они думали, что их будет гораздо меньше. Залазим. Ну что ж, дорогие мои, мы едем в личной машине в наш отель. И я думаю, что можно на счет 3, благодаря прекраснейшему солнцу и офигенной погоде, надеть очки, которые мы уже подготовили. Ну-ка, расскажите свои впечатления. Я очень рада. Правда, я очень устала с дороги, потому что мы долго ехали. Но я очень-очень-очень рада, потому что здесь все очень вкусно пахнет. Очень тепло, светит солнце. Невероятный запах, атмосферность, цветы. Просто обалденно. За 15 минут, думаю, доедем до отеля. Я вам все покажу, расскажу. Мы сами уставшие с дороги, поэтому едем. Ну что же, мы подъезжаем к нашему отелю, который называется Цезарь. Это вон там наше колесо обозрения, которое еще не достроено. Но оно уже наше, не спрашивайте, почему. Посмотрите, какая красота. Просто, господи. И мы заезжаем в отель. Посмотрите, какая прелесть. Ребят, я просто в шоке. Но это никак не передать словами. Это просто трэш. Какая красота. Просто взгляните на это все. Мы заселяемся, народу нет совершенно. Так что заселимся мы без каких-либо очередей. Безумно приятно пахнет в отеле каким-то мужским парфюмом. Я, естественно, до этого гуглила в интернете, как выглядит данный отель. Но в жизни это, естественно, все выглядит в миллион раз красивее. Сейчас мы будем заселяться. Безумная жара, красота. Просто нет слов. В общем, я счастлива. Моя мечта сбылась. Нам принесли очень вкусные охлаждающие напитки. Потрясающе выглядят. Перед этим, естественно, просят протереть руки. Все прохладное, красивое. Просто прелесть. Итак, ребятки, добро пожаловать в наш номер. Смотрю на него впервые. Очень красиво. Красиво, 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 красиво. Прям супер. Я думала, это зеркало. Вау, 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 вау. У меня просто нет слов. Посмотрите, какая красота. Господи. Это просто прелесть. Смотрите, ребят, нам сразу доставили чемоданы. Разрезают эту пленку защитную, которую мы клеили. Сервис на 100%. Сервис реально на 100%, потому что я обычно доставляю чемоданы и бросают их, чтобы мы их сами распаковывали. А вы сами посмотрите на мои ногти. Это очень серьезная проблема, если я со своими ногтями буду пытаться что-то распаковать. Такая вот красота. Поэтому нам помогают. Им, естественно, не нравится, что я снимаю. Ну что же, я могу вам быстренько показать обзор нашего номера. Мама наливает шампанское. Мама спаивает малолетнюю дочь. Да, спаивает дочку. Куплое шампанское. Но дочь заслужила один бокальчик сегодня. Да. Так что мне можно. Ага, я знаю тебя. Эй! Не поли контору давай, пигевшая. В общем, нам поставили третью кровать. Вот эти две. И третья. Я, естественно, выбрала вот эту кровать, потому что она с потрясающим видом. Тут все, если что, закрывается шторками специальными. Вот такая вот прекраснейшая ванная. Я думаю, я вам уже и так все показала. Довольная мама в халате. Наши чемоданы. Мы потихонечку все разбираем, смотрим, любуемся. Я довольна, безумна. Смотрите мои влоги на моем канале. Я думаю, что на этой прекраснейшей ноте я буду завершать сегодняшнее видео. Смотрите влоги на моем канале. Я завтра буду снимать второй влог. И покажу вам, что находится за пределами отеля. Поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Я сейчас буду переодеваться. Очень старалась сделать для вас это видео максимально отвратно. Атмосферным. Пойдем прогуляемся и следите за моим инстаграмом. Потому что там вы все видите в первую очередь, нежели чем на ютуб канале. В инстаграм я вообще выкладываю все-все-все-все-все-все-все. А потом уже на ютуб. Потому что там еще и монтировать надо и так далее. В общем, я вас люблю. Буду держать вас в курсе. Спасибо за то, что посмотрели этот влог от начала до самого конца. Я вас люблю. Всем пока! Мы немного обустроились, ребят. И я хочу это вставить перед прощанием еще в той одежде. В общем, я настолько счастливая. Вы просто не представляете. Мы уже разобрали все вещи. Разобрались, что к чему. Я надела на себя черный топик. Джинсовые шорты. Ремень. И мы решили посидеть полчаса до ужина на веранде. Вот так вот выглядит эта красота со стороны. Мы с мамой пьем шампанское. Кушаем фруктики, отдыхаем. Кури, ну что ты раньше не сказал? Вот такая вот красота. Мы отдыхаем на личной веранде. И посмотрите на этот прекрасный вид. И обязательно до конца досмотрите влог, который я сегодня для вас снимаю. Субтитры создавал DimaTorzok